Здравствуйте, дорогие друзья! Бак Баджи сегодня на канале Месер Местер. В роликах про подобные ножи последние несколько лет я предпочитаю, начиная с самого главного, а это именно с их размера. Потому что когда вы видите нож вот так вот в кадре, он лежит один и его ни с чем невозможно сравнить, он, прямо скажем, может производить на вас такое ошибочное впечатление, которое на меня производят почти все хорошо сделанные ножи небольшого размера. Для понимания размеров этого ножа, вот так вот из широко известных, у меня под рукой оказался нож Занкуда от американской компании Эйси, который сам по себе тоже весьма и весьма компактный нож. Но чтобы вам просто было понятно, насколько Баджи это нож действительно небольшой. И вот только после вот этого уже можно начинать говорить о его технических особенностях. Баджи на английском языке означает ту разновидность попугаев, которые в нашей стране принято называть волнистыми попугайчиками. И скажем прямо, вот что-то в этом дизайне, передающее маленькую птичку, действительно есть. Похож, похож чем-то. Ну и на самом деле не только вот таким своим внешним видом. По большому счету Баджи это такой действительно, наверное, нож-попугайчик. Очень такой яркий, пестрый, ну и не факт, что очень сильно для вас полезный. Рукоять ножа сделана из двух половин, соединенных через вот такую вот большую убонку. Она же по совместительству упорный штифт на этом ноже и спейсер, в котором присутствует вот такое вот крупное, ну назовем это темлячное отверстие. Хотя, конечно, тут темляка можно запихать несколько раз и обернуть еще хватит. Что для такого ножа, конечно, понятное дело, дает определенные возможности украсить его. Первая половина рукояти, которую вы здесь видите, сделана из стеклотекстолита GTN, лайнеров она не имеет, а другая половина рукояти сделана из стали. И на ней расположена пружина замка FrameLog. Я, на самом деле, честно говоря, аж перепроверил магнитом, что действительно эта половина рукояти стальная, потому что, ну уж очень меня это удивило. Дело просто в том, что в остальном, если отбросить вопрос стали, видно, что компания Bug постаралась сделать нож, ну скажем так, в достаточно дорогом сегменте. Об этом говорит и дорогая коробка, в которой он поставляется, и сталь клинка, о которой мы поговорим дальше. Но вот, тем не менее, половинка рукояти с замком сделана, ну прям действительно максимально дешевым способом. Она стальная, по этой причине, понятное дело, что она не требует сухаря, совершенно ни в каком виде. И, в общем, здесь все прям так очень простенько работает. Единственный такой момент, которым они довольно здорово украсили этот замок, это, конечно, вот такая, ну назовем это сверловка, не знаю, может быть штамповка на пружине замка. Что-то есть, вот вроде бы такие, как бы, кружочки, конусики, но, честно говоря, общий рисунок почему-то действительно мне как-то неуловимо напоминает того самого волнистого попугайчика, имени которого получился этот нож. Немного неожиданно смотрится этот нож в линейке компании БАК в том смысле, что на классических моделях, сделанных в США, а этот нож тоже именно такой, он сделан в США, это не китайская серия. Обычно нет ни темлячного отверстия, ни клипсы, и казалось бы, что на крупных ножах это гораздо более востребовано. Но, впрочем, свои старые модели компания БАК постепенно перерабатывает, появляются в версии, где есть и то, и другое, а тут на более такой современной модели, которая буквально недавно появилась на рынке, они все это решили поставить сразу, несмотря на небольшие размеры ножа. У этого ножа вот такая вот симпатичная, в принципе, для его размеров и формы стальная клипса, которая никуда не переставляется, может быть установлена только так, как она стоит, но думается, что, конечно, такой небольшой нож вряд ли может быть основным, поэтому одного положения клипса для него будет вполне достаточно. Работает она вот так. Ну, на кармане будет выглядеть подобным образом, как видите, в принципе, нож садится достаточно глубоко и достаточно легко даже на карман с усилением, но, конечно, это скорее нож, который удобнее будет носить как-нибудь вот так, в маленьком кармане, в который большинство людей обычно вообще ничего не кладут, он может вполне занять свое достойное место. Учитывая, что нож с замком фреймлок и вот таким вот механизмом для открывания одной рукой с его быстрым извлечением и подготовкой к работе, в принципе, никаких проблем не будет. Зная, что этот вопрос беспокоит многих, сразу хочу показать. Баджи разбирается, да, это полностью разборная конструкция, винты, как видите, все здесь подходит, шестой, если не ошибаюсь, торкс, и, по-моему, даже, может быть, нет, наверное, восьмой и шестой на севом узле. Я уж не знаю, почему так сделано, обычно принято делать более крупные шлицы на именно осевом узле, а тут, как видите, сделано наоборот. Но принципиально нож разбирается, и это, конечно, очень сильно радует всех поклонников продукции компании БАК. Если посмотреть на небольшие ножи таких производителей, как Спайдерка или, например, Колстил, то часто бывает так, что стали клинка там не уделяют абсолютно никакого внимания, ну, потому что, видимо, изначально предполагается, что это скорее ножевой суменир, чем настоящий нож. Но то ли дело на ножах БАДЖИ от компании БАК, потому что здесь мало того, что установлена на клинке сталь S35VN, так еще и эта 35-ка в закатке Пола Босса в его вот таком знаменитом рецепте, здесь поставлено его клеймо, это такой своеобразный знак качества термической обработки вот этой американской компании. Ну, споры по сей день идут по поводу того, насколько она хороша, если сравнивать с современными вариантами от других крупных производителей, но, по крайней мере, компания БАК поставила практически лучшее, что только могла на клинке вот этого небольшого ножа. Дополнением, конечно же, является традиционная для компании БАК вогнутая форма спусков. Не изменяет себе этот американский производитель, и это прям действительно здорово. То есть, понимаете, в отличие от многих небольших ножей, которые ты берешь в руку и происходит непонятно что, тут, понимаете, я даже на таком коротеньком кусочке паракорда вот так могу показать, что нож действительно прекрасно режет. То есть, это вот не что-то такое непонятное от компании Спайдерка, что они довольно часто выпускают, а несмотря на размер, вполне себе функциональный нож. Ну, конечно, в тех рамках, в которых позволяет вот этот вот небольшой размер клинка. Сатин такой, в общем-то, в принципе, традиционный, грубоватый, немножко неровно, вот так вот он чуть-чуть идет от обуха здесь сделан. Он, по сути дела, на самом деле однотоновый, но из завогнутых спусков смотрится так, ну, несколько поинтереснее, чем это обычно бывает. И хочу заметить, что клинок такое впечатление, что изначально был немного голтован перед тем, как его сатинировали, потому что вот, ну, у него прям очень мягкий обух, очень удобный. С точки зрения хватов, на самом деле, для такого небольшого клинка здесь действительно нет никаких проблем. То есть, во-первых, начать надо с того, что за открывание здесь отвечает вот такое вот крупное отверстие. Как видите, я даже рукой в перчатках этим ножом совершенно спокойно оперирую. Честно говоря, из-за этого я его хотел первоначально на тесты, но я просто не ожидал, что он окажется настолько маленьким. Потому что, в принципе, я бы так сказал, что по всем первым признакам вполне могло оказаться, что вот этот нож, ну, если бы он был, например, раза в полтора больше, он бы очень здорово мог проходить наши рабочие тесты. Ну, а так, конечно, благодаря размеру мы его в эти тесты просто пускать не будем. Потому что, ну, в большей части работы, которую он может выполнить, это бесполезно именно ввиду его размера. Последние несколько лет почти все мне известные американские ножевые компании выпустили ножи, которые из-за их размеров я считал долгое время ножевыми приколами. Особенно несколько ножей серии Керша Ланч у меня вспоминаются, выпущенные, по-моему, в прошлом или позапрошлом году, которые были все вот приблизительно вот в таких размерах. Мне, по первости, казалось, что это совершенно бесполезно и непонятно, почему американцы такие ножи делают. Но вообще, в принципе, оказалось, что есть у них в некоторых штатах такие законодательные ограничения, которые говорят о том, что клинки ножей должны быть длиной менее 5 сантиметров. Вот и выдумывают что-то для подобных мест. Ну, в принципе, конечно, в большинстве штатов такое ограничение относится к автоматическим складным ножам, но многие-многие и многие производители делают что-то подобное вот в таком вот небольшом типоразмере. И знаете, если у вас почему-то подобный размер ножа все-таки прельщает, на бак баджи я бы очень сильно рекомендовал посмотреть. Потому что, понимаете, вот я бы сказал так, это, наверное, довольно-таки удачный вариант вот именно такого небольшого ножа, сделанный людьми, которые, ну, скажем так, уже многие десятилетия в ножах что-то допонимают. А вот у компании Бак как-то так получилось. С одной стороны, сделать вот такую вот малипусечку, если так можно выразиться, а с другой стороны, превратить ее во вполне функциональный, насколько можно для этого размера, нож. С вами на канале Местер Местер был Заливаха. Надеюсь, что вам это было интересно. Большое спасибо за просмотр. Пока. Пока.